добрый день дорогие друзья мы начинаем эфир передачи алексей штернкукер дорожная карта на 2018 год и алексей наш коллега из одессы лучший ютрейдер 2016 года уже с нами алексей приветствую вас добрый день игорь добрый день коллеги ну что давайте посмотрим что год грядущий нам готовит какие у вас виды на него давайте посмотрим делая это все сейчас буду показывать и рассказывать как это делалось как бы никаких подводных камней не будет вы сами все поймете думаю будет интересно и в конце презентации вы получите вот такой вот брошюрку там где-то 60 листочков будет с описанием с фундаменталом интересное все будет расписано и потом сами воочию проверить и как бы как это будет работать и я использую две платформы это атасы для точек входа их тоже сегодня буду рассказывать почему как и как я их делал и как я выявлял сезонности как я к этому вообще пришел и какая какие возможности дает платформа навигатор начнем самого простого того что многие в принципе даже не знают и когда пользуются циклами для них это темный лес потому что эта тема вообще как бы сказать но очень мало людей владеют этой данной информации и когда я стал сталкиваться с этим я понял что основа заложена не просто в годовой сезонности сезонность именно в циклах и цикл рассчитывается как обычно простая амплитуда с равными количествами там скажем баров дней недель и тому подобного и простой цикл у вас вот здесь вот он выделен наверху самый верхний внизу это уже простой цикл совмещенный ну как бы скажем в диапазоне более продолжительный вытягивающийся по времени вверх он может быть вниз в переломах тому подобно и в циклах самое важное в том что заключается что неважно какая амплитуда у вас когда когда вы подбираете важно то что время или бары должны быть строится только по нижним так скажем точку то есть если вы рисуете амплитуду по верхней по верхним баром то так скажем у вас по верхним баром то у вас может не работать это то есть нижние точки то самое главное в построении амплитуды и неважно будет ли пик наверху либо пик будет внизу сейчас дальше я в примерах буду рассказывать это и как бы в будущем уже получите непосредственно сама модель как она выстраивалась и увидите когда модель вытягивается есть погрешность у у цикла то есть у нас точки нижние скажем с растягиваешься вверх они могут не совпадать то есть у нас будет где-то хай не совпадать то есть хай будет чуть-чуть там скажем левее либо правее как бы право и левое смещение и когда смещение например в переломе происходит да например уже с правой стороны то рынок начинает например для вас эта точка вращения будет заламываться и точно так же с левой стороны если вы будете видеть эту точку именно не по нижней стороне будет наверху или внизу но разумеется будет пропорционально ну в другую сторону в общем эти и в дальнейшем сейчас может быть вам еще до конца не понятно я просто буду приводить обычные примеры вот перед вами доу джонс построен по четырехлетнему президентскому циклу по верхним точкам то есть амплитуда строилась именно по верхним хаям и видите как она здесь отражается вот и отметил круглешочками можете заметить и можете заметить что цена не всегда точно совпадает то есть есть какие-то движения небольшие но они не точны то есть верхние точки работают настолько точно правильно если бы это были нижние точки в амплитуде которые вы просто закладываете и в примере я показываю нижние точки когда мы видим нижние точки то действительно снизу цена имеет движение продолжения тренда вверх вниз теперь когда мы это поняли мы уже будем непосредственно смотреть на циклы которые так скажем имеет точное определение и вы когда будете встречать дорожную карту смотреть вы будете замечать эти вращающие точки и как ним идет уже будет будущая сезонность теперь в примере я приведу обычную амплитуду 77 недель на облигации это 30-летние банды как вы можете заметить и 77 баров вернее 77 недель как вы здесь отмечено вы увидите каждый раз здесь . вращения было просто идеальный следующая . вот где-то в конце апреля она выходит увидите следующая . и еще раз по чуть-чуть ну не важно где будет цена если она пришла вниз к этой точке будет разворот если она вверху у этой точке будет разворот вниз разумеется и как вот к этому моменту от этой точки до этой точки торговать это мы уже перейдем чуть попозже просто расскажу в примере что в облигациях 77 недель следующий идет у нас более мелкий цикл это на нефть марки light 33 дня всего 33 торговых дня и вы видите как он ну местами где-то плохо отрабатывать где-то хорошо погрешность его заключается всего в три дня то есть если цикл 33 дня то погрешность три дня плюс от точки вращения три дня то есть он может именно в эту точку развернуться а может до точки вращения за три дня либо после развернуться за три дня это тоже учитывайте внизу я добавил специально фильтр чтобы вы могли в принципе как бы для себя понять что можно совмещать в поиске этих циклов непосредственно дополнительными осцилляторами например тот магде стахастик любой вообще осциллятор который можете использовать свои какие-то инструменты смысл заключается именно в этом каких-то инструментах если взять более длительный цикл он будет более важнее более точнее следующем в примере она привожу вам японскую иену и вы видите что цикл 155 дней отлично здесь отрабатывал каждый раз когда цена была вверху да она может быть не с настолько каких-то моментов хорошо разворачивалась но в принципе динамика с рынка все время ломалась и определенно вокруг этих этой вращающейся точки также цикл 155 дней подразумевает разделите на 2 приблизительно 7 дней назад ну неделя скажем и неделя вперед то есть не обязательно мы можем точно угадать как например здесь вот было в иене внизу в начале 13 года или в декабре 13 года ведь как точно например вот здесь вот рынок намного раньше начал уже валиться также к этим точкам вращающиеся можете добавлять и со данные когда вот такие более длительные периоды выявляются то рынок более ну вы более лучше будете находить точки для разворота такой же в принципе пример в евро доллары это 53 дня цикл хотя ему можно еще разбить на более мелкий на 77 дней но 53 дня тоже неплохо работает в принципе и для него это одни из самых так скажем важных наверное точек по его вообще структуре как я понял и здесь вы точно также можете заметить что места где цены в принципе разворачивались каждый раз каждый раз какой-то точке было вращение в течение семи дней неделю назад неделю вперед здесь примере идет фунт на фунте более мелкий цикл всего 86 дней здесь приблизительно тоже где-то 4 дня разворотная точка и вы видите в примере как нет более не медленный цикл 86 дней как здесь в принципе происходило вращение то есть каждый раз здесь сверху у нас идет падение вы видите здесь сверху начинается падение хотя она началась с гораздо раньше вы видите хай и из этого можно сделать вывод когда цена уже наверху то к этой точке вращаешься до нужно ждать разворот то есть она пойдет вниз и чаще всего так оно и происходит и но увидите в принципе реакцию здесь и последние здесь и здесь реакция присутствует теперь я вам покажу пример того как я например торговал пшеницу в последнем обзоре можете перейти вот на эту ссылку по видео если смотрите посмотреть как я дал прогноз 12 декабря и в итоге когда 12 число произошло я принял решение не полагаясь просто на обычную такую вот сезонность которая есть платформе трейд навигатор да я полагался еще и другими инструментами сейчас я вам в принципе их расскажу факт в том что сезонность в 2 амплитуды то есть у нас был максимум здесь и максимум здесь то есть 20 28 числа у нас два максимум проявляется на пшеницу вход я сделал 2 именно 12 числа вот здесь причина этого входа на следующем слайде я вам покажу что процент р в тот момент я просто добавил обычный осциллятор до индикатор и он уже упал черная линия как вы видите вот здесь внизу она уже у нас принципе упала и после этого когда произошло падение выход цены вверх возможно я получил бы самую плохую точку входа и для этого принципе когда она лежит нужно ожидать выход и чтобы дождаться этот выход я уже использовал принципе платформа атас сейчас я вам ее покажу и атас настроен вот таким вот фильтром то есть он как волфикс или как-то назвать в другим это основа макс и бара то есть обратите внимание что разделитель периодов который идет здесь у нас день закрывается все время ниже вот этих максимальных объемов это говорит о том что тенденция сохраняется вниз мы видим здесь в объеме закрывается ниже тенденция вниз здесь закрываются ниже объема дня проторгованного вот этого то есть тенденция сохраняется и лишь закрытие дня выше объема тенденция ломается то есть когда мы вот здесь вот закрылись под корень оставив вот этот объем позади себя это дало надежду на то что здесь залез покупатель то есть мы оставили объем посадь позади ну и в итоге мы видим что европейская сессия расторговалась вот здесь был дан уже сигнал на покупку что здесь случилось это были новости просто-напросто ничего страшного в этом нету новости прошли они тут ударили один раз по минимуму и в принципе цена развернулась и в дальнейшем обратите внимание что дни закрывается точно так же то есть у нас есть объем проторгованный и день закрывается гораздо выше этого объема то есть тенденция сохраняется вверх это обычное правило структуры рынка если вы понимаете структуру да вы понимаете куда вы торгуете и в примере здесь я вам показываю если вход совершил здесь да мы видите как вы можно сопровожать в принципе сделку было опять же день закрывается выше выше проторгованного объема европа опять объем закрывается выше и лишь вот этот внутренний день вот этот объем закрылся ниже ну и в итоге мы получили небольшую коррекцию вниз и обратите внимание на следующий день опять когда ушли наверх цена закрывается выше объема в итоге опять перерисовываться хай это как бы одно основное правило для удержания своей позиции по тренду учитывая вот эту сезонность которую я вам показал это к тому я говорю что когда вы будете читать дорожную карту вы сможете понимать как эту сезонность вы будете торговать для этого в принципе я и рассказываю следующее могу рассказать про сезона заключается в том что сезонность в платформе трейд навигатор бывает трех видов перед вами два только вида зеленый это у нас австралийский доллар в примере идет и посмотрите внимательно зеленая линия это бычья сезонность а красная линия это медвежья сезонность и обратите внимание как бы мы бы следовали ей если бы вы ей торговали например если вы мы торговали бы красную зеленую как вы видите они идут вниз в январе цена синяя линия это проторгованная за семнадцатый год идет наверх то есть мы бы теряли по этой сезонности здесь свои деньги ну непонятно какой опирались бы а если бы мы опирались уже сначала февраля на бычью медвежью видим что они обе растут то мы бы зарабатывали потому что сезонность опять стала работать вот этот недостаток который присутствует сезонности он зависит еще от вот этих вращающих точек то есть если . вращаешься главное к нему ближе как правило основная сезонность к ней не работает то есть ту сезонность которая показывала вращающих . перед ней не работает после нее начинает работать обычной сезонность обычные сезоны в трейд навигатор в основном средняя то есть между бычий и медвежий используют среднюю и на следующем графике вы видите австралийский доллар и среднюю сезонность то есть вычтена быча и медвежий получается вывели из нее средняя средняя это у нас черная линия и вы видите она более лучше как бы в каких-то местах подходит на микро трендах работает по тренд например если вы работали с июня по июль бы вы бы следовали сезонность вы бы здесь зарабатывали если вы следовали август вы бы первую половину августа тоже заработали бы если вы следовали сначала с сентября пол сентября вы видите тоже работала и конец работал на шорт тоже самое цена принципе как вы видите повторяла движение течение года за последние полгода такая сезонность есть платформе трейд навигатор вы можете установить себе я не знаю если она в бесплатной местами есть бесплатная версия можете скачать пост посмотреть вроде сезонность сезонный тренд обычно там есть не знаю можете в чате у них спросить следующее что есть платформе трейд навигатор и я бы использовал это обычная сезонность и цикл проценту то есть это один из важных индикаторов которые мало кто использует он добавляет вот эту вот к этой сезонности это ешь не фильтр то есть когда вы видите точку вращаешься до скажем и от нее идет сезонность вверх вы настраиваете на скажем интервал 15 последних лет и она вам показывает процент роста с этой даты то есть вот в эту дату когда вы видите показатель был 70 процентов что цена начнет расти вы видите когда цена начала здесь падать вы видите процент показания был уже где-то 60 и резко падал до 30 то есть шанс того что цена будет расти составляет уже 30 процентов и это тоже некий фильтр его тоже также можно использовать в платформе трейд навигатор и если вы сами покроете вы сами поймете в принципе как он и работает следующее в примере я беру это у нас евро и уже я показываю был более мелкий цикл более мелкий цифру 155 недель и вы видите как на евро вращаешься . ну можно сказать что она очень удачно работала она появляется где-то два раза в год видите где-то в начале года вот следующая будет 15 февраля это будет вращаешься . то есть если мы будем к ней где-то здесь наверху то цена вероятнее всего после нее будет падать для этого я рекомендую там синтетик викс использовать сот и для этого в принципе вам ее показываю чтобы вы могли использовать дополнительные индикаторы здесь вот я привожу к примере индикатор macd вы тоже можете смотреть что действительно каких-то местах возле вращающих то точках просто появляется гарантированный сигнал для кого-то может это среднесрочно или долгосрочно неудачно но по крайней мере знать смену тренда и работать по тренду я думаю ну многим поможет в их ним в их вашем в вашем арсенале пополнить это тем более эти циклы вы можете сами настроить на своем мета трейдере хоть где хотите потому что основа вращаешься . на на мой взгляд ну как бы горит скажем ориентир какой-то в рынке будет у вас следующее я хотел показать что структура дня внутри дня который я использую для точек входа эти шаблоны их можно скачать на сайте от as и там будет ссылка в принципе и зайти в шаблон иск и скачать смысл вот этих объемов заключается опять же мы работаем от объема когда у нас день закрывается выше текущего объема то есть возьмите себе за правило появился объем если мы закрылись вверх то у нас тенденция вверх если мы закрылись вниз то у нас тенденция вниз мы от этих объемов работать если мы закрыли с объему в объеме ждите сформирования скажем нового объема которого будет потому что когда цена двигается она вливает объем и объем идет следствие потом тест опять видите объем и как ни крути весь объем который был залит цена закрылась выше него тенденция сохраняется в итоге мы видим что у нас нефть выросла наверх это я беру как за основу чтобы вы повторять чтобы вы это понимали как это использовать в примере я вам покажу например как можно было сделать сделку от скажем от обливания объема когда у нас происходит вливание объема красненьким выделен сейчас я вопрос подсвечу вот так вот когда выходит у нас этот объем мы видим что у нас цена начинает падать и тест этого объема является как бы каким-то входом но тенденция у нас как бы сказать вниз еще не сломалась у нас еще день не закрылся вниз как бы чтобы мы выстраивали пирамидку поэтому в таких вот случаях можно работать скользящий средний 18 я использую на коротких интервалах вы можете точно также в принципе заработать дополнительный индикатор который вот есть кластер search это то место где был вливание объема и вот этот подтверждающий тест можно использовать от вливание было подтверждающий тест можно использовать этот бар сейчас я настройки вот этого индикатора тоже вам принципе покажу чтобы вы в принципе как бы его понимали вот они у вас пред глазами принципе нажмете на паузу на стоп и перепишите запустили в 4 штуки будет у вас по сессиям определенно заметьте нужно включить европейскую сессию до америки да и именно американский поэтому у вас их будет 4 и вот эти все настройки можете в принципе использовать и заходите на официальный сайт атаса вот по этой ссылочке и в разделе кластер search скачиваете вот эти индикаторы они в принципе там есть единственная подкрутил под нефть именно тот шаблон который вы видели сейчас наверху он отличается от их него он более жестче так скажем настроен и также хочу подчеркнуть когда вы видите вот эти объемы они вас могут путать их слишком много поэтому вот эти принты когда будут появляться они значимы его для вас тогда когда у вас есть объем то есть когда мы смотрим скажем вот у нас есть объем в этом месте и мы ожидаем от него тест вот на тесте этот вот этих объемов должны появляться вот эти сигналы у вас то есть зелененькие то покупки красненькие то у вас продажи будут если они появляются значит по игрок начинают откупать от этого уровня и цена будет отскакивать ну сами потом понаблюдается когда установите и в принципе поймете и вот так вот выглядел в принципе бы ваш объем вернее вот так вот выглядит рабочий стол также добавлю сюда что мы имеем объем потом ждем его т.с. подтверждение на индикаторе красный бар и вход можно делать используя индикатор спрейт спрейт вот этот топ и про этапы скоростной типа на скорость он на скорость сделок то есть у вас количество сделок идет вот она вот так вот растет и принципе какой объем у вас здесь есть высокий скажем там 50 единиц то ваш ход должен быть когда он упадет на 2 то есть у вас должна быть пустота то есть рынок должен остановиться когда он останавливается скажем более медленно становится нет волатильности скорости нет он падает вот в этот момент это всегда той лучшая точка входа то есть на падении скорости объема да то есть сделки прекратились вы входите и поэтому после этого как обычно начинается какой-то импульс какое-то движение точно самое тут например видите движение вот например у нас тут какой-то остановка была и движение потом начинается в принципе последите внимание был в вебинаре я про это рассказывал где-то в июне месяца найдете на канале я именно про спрейтапы индикатор это рассказывал и в заключение у нас пойдет нефть в сезонности и как вы видите процент падения нефти в начале до восьмого числа идет принципе падение то есть с первых чисел идет со второго нас 3 числа как вы видите сезонная модель по нефти идет вниз и и сот у нас в зоне перекупленности процент р зоне перекупленности и шанс того что не будет сначала года резко расти вот этот процентовка показывает что нет то есть мы будем падать видите у нас сезонность которая настроила она идет на падение то есть рыба рынок вперед до восьмого числа будет очень слаб и вот из этого всего когда вы получили точки входа вы уже непосредственно в дорожной карте когда будете смотреть вот именно все так вам нужно будет применять и я даю на 1 квартал это то есть первые три месяца приблизительно торговли в марте уже будет в принципе другая карта и я и буду корректировать просто посмотрим как ожидание будет и спасибо за внимание и вот у вас ссылка есть ну вы можете видеть на экране набрать ее вручную либо эту либо эту и вы скачаете непосредственно саму карту сейчас я вам ее в принципе кину в чат да в чат ли и еще наверно закружу в документы документы загружу если они дала будут доступны и вы тоже его воспользуетесь да хорошо давайте так и сделаем хорошо алексей поняли вас спасибо вам большое за вашу презентацию вам хорошего дня и успехов новом году спасибо и вам также с новым годом соступающим спасибо до свидания